Почти в каждой песне, которую мы поем, мы можем увидеть слова Иисуса Христа, жизнь Иисуса Христа, великие дела Бога и, в конце концов, любовь, о которой мы сейчас пели. Любовь Христа. Кто-то понимает эту любовь ярче, лучше, точнее, возможно. Для кого-то она закрыта совсем, и он ее не понимает, он ее не видит, он ее даже не ищет. Есть те, которые, возможно, даже уже и разочаровались в этой любви. Возможно, что-то случилось в жизни, после чего они разочаровались в этой любви. Возможно, они никогда и не знали по-настоящему эту любовь. Есть разные люди, есть различные ситуации в жизни людей. Мы очень переменчивы и меняем то одну маску, то другую, то одни мысли, то другие. Мы можем даже свое отношение к людям близким очень быстро изменить. Но любовь Иисуса Христа, она неизменна. И тот подвиг, который Он совершил на кресте, Он тоже неизменен. Он уже совершен. Он уже воскрес, Он теперь уже с Богом и ожидает нас, каждого из нас. Я говорю, что мы читали неделю назад 20-ю главу от Иоанна. И сегодня мы прочитаем 21-ю главу от Иоанна. В 21-й главе от Иоанна говорится об Иисусе. А об Иисусе, который уже воскрес и который, находясь еще на земле, перед своим вознесением, встречался с учениками своими, встречался с друзьями своими, открывался людям. И знаете, есть один очень интересный факт. То, что люди, ученики Иисуса, друзья, которые Его любили, они Его не узнавали. Возможно, кто-то из вас знает ответ на этот вопрос, но у меня ответа нет. И я не знаю, почему Иисуса после воскресения не узнавали, даже близкие Его люди. Понятно, что Он был в прославленном теле. Это понятно. Он запретил даже Марии прикасаться. Он в своем теле прославленном мог проходить через стены. Он мог вне времени оказываться в том или ином месте. Сейчас это трудно представить, и это словно фантастика для нас звучит. Но, тем не менее, это тот Иисус, который был и есть после воскресения. Почему Его не узнавали, закрыты ли были глаза у людей, которые были рядом с Ним? Или, может быть, действительно Он по-другому выглядел внешне? Внешне, знаете, мы тоже можем выглядеть по-другому. И наши друзья, которых мы не видели 30 лет, или мы виделись 30 лет назад, с ними сегодня нас тоже, может быть, больше не узнают. Но наш характер, наши слова, наши дела способны напомнить о нас тем, кто когда-то нас знал. Так и Иисус. Его не узнавали больше внешне, но люди понимали, после того, как что-то Он делал, что это Он. И вот 21 глава от Иоанна. После того опять явился Иисус ученикам Своим Приморье Тивериадскому. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу», говорят ему, «идем и мы с тобою». Пошли тот час, вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Мы видим ситуацию Иисуса больше не среди учеников. Ученики в большой, наверное, можно сказать, депрессии, в разочаровании. Они ждали, они думали, что все по-другому произойдет. И, видимо, они все же еще не верили в Его воскресение. Они мечтали, наверное, о другом в тот момент. Когда они были с Иисусом, слушали Его слова, наставления, видели, как Он исцеляет больных, производит чудеса, как вокруг себя собирает толпы людей, множество народа, тысячи людей. Его ученики, мне кажется, хотели подражать Ему. Они хотели быть, как Он. Они простые рыбаки. Они уже это забыли. И у них есть цель. Они идут к этой цели, новая цель. Они забыли про то, чем они занимались, чем они зарабатывали себе на жизнь, на хлеб. И они радовались той новой жизни, которая им дана сейчас. Но в данный момент мы видим, что все те мечты, мысли, какие-то планы у них рассыпались. Их пастыря, их учителя больше с ними нет. Того, с кого они брали пример, больше нет. Его убили. И вполне нормальный вопрос. Что делать дальше? И Петр, мы знаем, этот ученик был всегда впереди. Он был такой ревностный. Он был лидером. Так можно его назвать. Здесь опять инициатива за ним. И Петр говорит, знаете что? Я иду ловить рыбу. Он не умеет больше ничего, кроме того, что ловить рыбу. Он идет ловить рыбу, и вслед за ним идут и другие. Ловить рыбу. Пошли. Вошли в лодку. Видимо, всю ночь трудились. Вспомнили снова это ремесло. По тем же местам. Словно ностальгия. Но рыбы нет. Улова никакого. Когда же настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им. Дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему. Нет. Интересное обращение к ученикам, которые, ну, по всей видимости, должны были быть ровесниками Иисуса. Он, обращаясь к ним, говорит. Дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему. Нет. Он же сказал им. Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру. Это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был нагл и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли и локтей около двухсот. Тащать сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь на нем, лежащую рыбу и хлеб. Интересная ситуация. Мне очень нравится эта ситуация, мне нравится эта картина, когда Иисус, обучав учеников три с чем-то там лет, три с половиной года, принято считать, после своей смерти, когда отдал тело даже свое полностью за каждого из нас, воскреснув, первым делом, он не говорит Петру, что ты сделал, ты отрекся от меня. Я же тебе говорил, вот посмотри, что ты сделал. Он не говорит другим ученикам, которые вообще сбежали. Петр хотя бы следовал за Иисусом. Другие ученики вообще сбежали полностью. Он не упрекает их ни в чем. После того, как он воскрес, после того, как он встречается с ними, он приготавливает им пищу. Он хочет их накормить. Он хочет о них позаботиться физически. Он не говорит им сразу, вам нужно покаяться. Вы все грешники, вы все погибнете. Что вы делаете? Он готовит им пищу. Здесь мы видим Петра, который мог бы так же со всеми доплыть в лодке, но он как Петр, как сам он есть камень, хочет выделиться. Он прыгает из лодки и плывет вплавь, думая, что он успеет, наверное, обогнать всех вперед, хочет Иисуса первым обнять. Но заметьте, узнал Иисуса, ученик, которого любил Иисус. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не порвалась сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. И еще мы видим очень странную картину. Все ученики вокруг, наверное, костра собрались. Иисус раздает рыбку, приламливает хлеб. И ученики, по всей видимости, не понимают, кто это, с одной стороны, физическими своими глазами, потому что, ну, скорее всего, наверное, да, он по-другому выглядел. Но написано, никто не смел даже спросить его, кто ты, потому что понимали, что это Иисус, это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им и также рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Петру, Симон и Онин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Интересный вопрос, который сегодня я бы хотел задать всем нам. Мы часто хотим на кого-то посмотреть, сравнить себя с кем-то. Мы похожи очень сильно на детей. Дети, они всегда, никогда не виноваты. Они всегда говорят, он первый начал, она первая начала, а почему он, а почему она? Иисус как будто бы провоцирует этим вопросом Петра, любишь ли ты меня больше, чем они? И в этом вопросе Иисуса я вижу следующее. Задавая вопрос ученикам, задавая вопрос сегодня такой же нам, я думаю, что мы не должны смотреть друг на друга. как я стою в вере, сильнее ли я его, слабее ли я его. Но мы должны так стремиться к Иисусу, словно Петр, который, выпрыгнув из лодки, не хотел плыть с ними, а хотел вперед их добраться к Иисусу первым. И вот в этом смысле нет никакого греха, никакого негатива, когда мы стремимся к Иисусу больше, чем кто-либо другой рядом. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Иисус называет Петра его обычным физическим именем, которым он раньше назывался. Он не говорит уже Петр здесь, он обращается к нему очень просто. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя? Иисус говорит ему, паси ангцев моих. Мне кажется, Петр все это время, эти пару дней до встречи с Иисусом не мог, наверное, ни спать и ни есть. Он просто мучился, потому что мы прекрасно знаем, что он сделал. Он предал Иисуса. Он был единственным, кто последовал за Иисусом и предал его. И, наверное, ожидая встречи, даже если он ожидал встречи с Иисусом, он явно никак не планировал, что Иисус спросит его об этом. Возможно, он подумал, думал, что его будут ругать или же как-то ему на вид это поставят. Ну, в любом случае ему было очень стыдно и неудобно. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси уже не ангцев моих, а овец моих. Говорит ему и в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр уже опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои и другой припояшься тебя и поведет, куда не хочешь. И вот на эти слова хотелось бы мне обратить внимание. Спрашивая Петра, любишь ли ты меня? На первые два вопроса Петр отвечал достаточно быстро и уверенно. Но когда Иисус его спросил в третий раз, написано, Петр опечалился. И я думаю, Петр опечалился не потому, что Иисус ему не верил эти два раза и в третий раз он уже его спросил, но потому что Петр понимал, что несколько дней назад он обещал не предавать и обещал жизнь свою положить за Иисуса, но три раза предал его. Он вспомнил эту ситуацию и сейчас, когда Иисус задал третий вопрос, то есть вопрос тот же, вопрос задан в третий раз, Петр отвечает, Ты все знаешь. Мне кажется, в нашей жизни пройдя через множество различных ситуаций когда-то мы тоже теряем всякую надежду, всякую веру вообще в себя и находясь в бессильном состоянии мы тоже говорим, Ты знаешь все, Господи. мы ничего больше не можем, но Ты знаешь все, всю мою боль, все мои переживания. И Иисус говорит, иди за Мною. Сегодня этот вопрос, эту просьбу, сегодня это повеление, оно направлено к нам для того, чтобы мы шли за Ним. Нам не будет легко, хотя хотелось бы, чтобы было легко, но невзирая ни на что мы должны следовать за Ним. И наша радость в том, что Иисус победил смерть и ад, дав этим самым нам сегодня спасение и вечную жизнь. Иди за Мною и будь послушен мне. Этими словами хотелось закончить и направить наши мысли на то, как мы идем. Или, наверное, сначала, а решились ли мы идти вообще этим путем за Иисусом? Если нет, нам стоит, наверное, подумать об этом. А что меня держит? А почему я до сих пор не решился? А что я теряю вообще? Почему? Дьявол не хочет, чтобы у нас было время, чтобы мы подумали об этом. Но это важные вопросы. Когда мы решили следовать за Иисусом и уже следуем, хорошо бы проверить путь, по которому мы следуем. Похож ли он на тот путь, который имел Иисус Христос? А хочет ли он до сих пор, чтобы мы так шли? Или, возможно, где-то мы свернули с этого пути? Следуй со мной. Сейчас мы будем молиться и в первую очередь благодарить Иисуса Христа, Сына Божьего, за то, что Он был всем для нас, для каждого человека и умер за нас для того, чтобы мы сегодня могли быть чисты и очищены от наших грехов, которых у нас у всех очень много. Пойдем молиться. Аминь. Сына Божьего, Сына Божьего,